Я решил начать второе отделение наше с песни, которую очень редко исполняю, она тем более недавняя, но которая очень личностная, это, в общем-то, обо мне. Я не везде её пою, мне её жалко, и она не из коммуникабельных, что ли. Есть такие. Это Иаков. Но не стоит слишком привязывать этот образ к Ветхому Завету, потому что это всё-таки я. Вот мой Иаков опоздал навстречу с Рахилию. Ну, такое своеволие, что ли, проявил с этим образом. Но, тем не менее, эта песня мне очень дорога. Итак, мой Иаков. Там будут даже какие-то моменты, вкрапления из Томаса Манна, Иосифа и его братья. Когда-то одно из самых любимых моих произведений. Да, в начале и в конце звучит мелодия старой еврейской песни «Давай простим друг друга». Под небесами седыми густыми, отданный в лапы стихий, Он шёл по камням великой пустыни, чтобы отыскать Рахиль. Он знал, что время над ним смеётся, швыряет его кувырком. Когда повстречал он её у колодца, то был уже стариком. Он понял, пройдя и тоску развалин, и варилонский гам. Он знал, что те огни, которые звали, вовсе не те и не та. Что манна с небес просто так не прольётся, не капнет в ладонь звезда. Когда повстречал он её у колодца, то понял, что опоздал. Глаза её птицы, печа её птицы, о брови мягкой дугой. Когда-то она подала водицы, да кто-то и спил другой. Он видел, как нежно ложится солнце на платья её полотом. Когда повстречал её у колодца, колодец в лесах давно. Когда же глаза подняла несмело тайною из-под ресниц, Пустыня его за спиною запела тысячи уральских птиц. Потом глубоко на самого донца со взглядом сливался взгляд. Когда прогощались они у колодца, и в колокол бил закат. Потом она шла, и густая из дома за ней утянулась. В след ей дети навстречу бежали из дома, да только Иосифа нет. Это в нём тимпанами цитрой звучало, небесная, как своё. Пока его зрение ещё различало вселенскую поступь её. То ночь, то полдень давили на плечи, Желтел горизонт каймой. И тихо пустыня катилась навстречу, Когда возвращался домой. Домой он шёл без огня, Без суммы, как придётся, С истерзанной в кровь с тобой. Он шёл и видел Глаза у колодца, И всё над тропой. Над тропой. И вторая следом примерно такая же. Мы просыпаемся в сон, И вокруг пустыня необозримая, Как долго мы голодали, мой друг, В позарной сытости Рима. Брахиль, не плачь, Позади беда, мы здесь, Слава Богу, ничьи. И утолят эту боль навсегда, Пустыни моей ручьи. Мы просыпаемся в сон, И темнеем ночь. В круг алтарного дыма Мы слепыми блуждали, Без поводырей, В иллюминациях Рима. Брахиль, не плачь, Мы отыщем храм, Хоть камня на камне нет. Смотри, я дарую твоим глазам Ночи моей свет. Мы просыпаемся в сон, И с небес тишина плынет, И с небес тишина плынет, Яруима. Мы были глухими, К другими к себе, В театральном гомане Рима. Рахиль, не плачь, Не придет беда В грусть ханаанской весны. Мы просыпаемся в сон, И с небес тишины. Мы просыпаемся в сон, И теперь, что нам, Руины веков, Нам в небеса открывается дверь, Дверь без семи замков. Незримый Бог, Отмеряя года, Услышь, Научи, Не оставь, Чтоб не проснуться нам Никогда. В явь. Незримого. Незримого. Незимого. Спасибо. Так, и поскольку мы еще в этой тональности, спою вам две совершенно новые вещи. Это воснянки. Одна из них на украинском, другая на русском языке. Но дело в том, что я живу в общежитии, да, довольно холодном общежитии, и был февраль такой лютый, он действительно лютый. На украинском языке февраль называется лютый, да. Вот, таково название месяца. И он действительно соответствовал своему названию, и мне было очень холодно и грустно, и одиноко. Вот, и вот, чтобы было понятно, вот что, вот это состояние, да. Ну, и вторая русская, как разрядка. Я не мог вторую не написать. Почему? Потому что уж немножко страшновато было оставаться с той воснянкой своей. Ну, так что вот две воснянки. Они тоже идут циклом, одна за другой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как я ждал тебя. Снится Бавилону на конце земли, Как сады висячие сново зацепили. Бах! Открыл решительно новую тетрадь. Только б нотку выверить, Только б не солкать. Все в ручьях взрывается, И восторг и стон. Веснушка в твои голоса, Голос мой в плетёк. Катится черёвуха К моему окну. Катятся три облака Праздновать весны. Первое блаженство, А второе поле, А над ними облаком Новая любовь, А под ними хлопотно Кружатся стрижи. Песнушка, сердце моё Долго будем жить. Песнушка, сердце моё Долго будем жить. Долго будем жить. Песня, сердце моё Песня. Песня. Песня, сердце моё Долго будем жить. Песня. Песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Повелось, родная, вот уж как В твоем дальнем далеке. Там приходит сон Володюшка С треугольником в руке. Ком времен к рассвету катится, Льет песок в твои часы. И у сна улыбка прячется За дремучие усы. Словно легкая лебедушка, Снегом пушится земля. И на шляпе у Володюшки Черно-белые поля. Головой тряхнет нечаянно С тех полей во все концы. И по тропам твоим печальным Разбегутся бубенцы. И над уличными дебрями, И в подушек сонный дым, Треугольником серебряным Уплывет родное спин. Спит луна на башне брошенной, Спят руины и сады. И стекает твое прошлое С его мягкой бородой. А когда заря не звала, Своё имя дарит. Ты доспи, моя желанная, На его плече. Субтитры создавал DimaTorzok И парочка баллад из шотландского цикла. Я всегда обещаю их петь. На мой взгляд, это лучшее, что я написал. Я имею в виду цикл возвращения в Шотландию. Если бы мы с вами встретились в следующий раз когда-нибудь, то я бы спел его целиком. Но он требует... То есть он занимает целое отделение. Хотелось бы вам показать как можно больше разнообразного своего. Но тем не менее, парочка будет оттуда. Потому что я всегда что-то обязательно оттуда урываю. Хотя они мне всегда кажутся сиротами, когда оттуда выходят. Ну что ж, ничего. Некоторые из них довольно так себя уверенно чувствуют и вне. Вне этого целого контекста. Вот. Ну, первая баллада... Кстати сказать, цикл посвящен Донецкой земле, опять-таки. Это не следует воспринимать как стилизацию шотландской музыки. Нет, конечно. Какие-то вкрапления, может быть, и есть, но незначительные. Это вот, в общем-то, о себе. И там и о детстве, и о творчестве, и так далее. То есть это, опять-таки, очень личностная вещь. Ну, первое из них, первое, что я исполню, это Томас Лермонт. Люднист, поэт, музыкант, певец. Взятый в плен королевой фей. Отпущенный через семь лет с тремя замечательными дарами. Даром провидца, даром правдолюбца и даром стихотворца. С этими замечательными дарами прожил всю жизнь. На закате его пришли к нему гости. Пара белых оленей. Вот, пара белых оленей. Томас Лермонт понял это. Королева фей зовет его обратно. Старый Томас Лермонт Чашу горькую пьет Все мирские поправ пересуды И витает дымок Его мыслей и строк Среди книг И немытой посуды Он пророк и поэт Суть грехов и побед Нашей жизни Он видит с изнанки И как всякий пророк Он всегда одинок В своем старом запущенном замке А когда-то он пел И бутил, и гремел Вел на битвы С открытым собрал Да бойцы, вот беда Разбрелись кто туда Тот министром А тот кардиналом Ах, душок перемен Почкотни до измен Проскандалил От Зюйда до Норда Правда, любец Лермонт Никогда не пойдет К халуям Затесавшимся в лорды Так Живя не удел Одичал Одряхлел Полюбилось бродить ветеран И глядеть сквозь очки Как течение реки Его годы Несет к океану Друг незыблемый мой Это что над рекой Это что там за дивная тень Это Томас Лермонт То летет, то же плывет Рядом с парою белых оленей А река Как строка Глубока И легка Не зови Не протягивай длани В свою сказку Идет Стихотворец Лермонт Растворяясь В реке Как в тумане У морского царя умерла жена И остались сиротами Красивые Зеленокудрые дети Морской царь Женился вновь И мачуха Их не взлюбила Не взлюбила И превратила В тюленей Но время от времени Они могли Сбрасывать с себя Тюлени и шкурки И плескаться На берегу океана Такими же красивыми Зеленокудрыми Но ненадолго В одной из таких игр Рыбак Подкрался Украл шкурку Принес домой Спрятал Через какое-то время Стук в дверь На пороге Красивая Зеленокудрая Девушка И вот что С героями было дальше Верни мою шкурку Рыбак благородный Да будет твой дом От несчастья свободным Да будет твой ялик Всегда наполняем Уловом Пещатным На волнах заката Кровавые пляски На скалы наброшены Черные маски Там Зеленокудрые Сестры Рыдают По умершей Сказке Верни мою шкурку Хозяин мой добрый В дому Твоем Запах Соленья Истобы Я год Хлопочу В нем Покой очага Не нарушился Чтобы Вернешься Бывало Больным И суровым С обветренным Сердцем Нещедрым Я встречу тебя Поворачую тебя И ладонью И словом Верни мою шкурку Супруг мой любимый Времени волны Неумолимы У наших детей Золотистые куды С зеленым отливом Верни же мне шкурку Мой друг утомленный Родимых Голубин Слышу стон отдаленный Когда на твоей Засыпаю Руке Я От моря Соленый Когда же она шкурку Свою отыскала Среди утлого хлама Сырого подвала Над морем кипящим Скричал Муревестники Дрогнули скалы Плылось ей легко В штормовом океане В проснувшем садоме Захлопали ставни А старая лодка Крежилась в пене И била за камни У девушки Дженет не было выбора Ей нужно было спасать Своего возлюбленного Рыцаря эльфа Темлина Из плена королевы фей А спасать таким образом Обнять и не выпускать Из объятий Во что бы королева фей Его не превращала Я темлин Я рыцарь зеленой страны Всего, что ты видишь И справа, и слева Я страж Мною довольна моя королева Две тысячи лет От весны до весны Я втянут в легендами Сотканный мир Я вечность тащу Как пожиткий калека Я эльф Но когда-то я был человеком Верни меня к людям Спаси, обними Сорви меня с этого вихря коня Пусть род королевы От злобы запенится Но джелить мое золотое Деревце не отпусти меня Я темлин Я рыцарь Невоженных драм Несорванных рус И нетронутой грусти Моя королева Меня не отпустит Жестокими чарами Я их листов Будь ящером молвят И вот я, прощав Когтистый хвостат Без застенчив И гадок Вползаю в тебя Глубиной этих складок В излученных платьях Везливой плащах Но пусть ты же плача Вроня и кляня И пусть без надежды Что все переменится Но джелить мое золотое Деревце не отпусти меня Я темлин Я рыцарь Деревь и кустов В озерах качаются Их отражения Я слаб, я устал Удержи меня, Дженет Моя королева Чинит холдовство И вот, погружаясь В заклятие Жуть Болзучей змеей Без намека На жалость Борзаю в тебя Своя горькая шала Петлей обвив тебе Шею и грудь Мой зуб ядоносный Несчат на казня Вот-вот и достанет До самого сердца Но джелить мое золотое Деревце не отпусти меня Я темлин Я рыцарь пещерных глубин Здесь, в этих холмах Скрытый диво чертоги Когда-то забрел сюда Странник убогой И вечной печали Нектар пригубил А дым колдовской Все оклубится вокруг Железной плитой Раскаленно шипящей К тебе прикипаю И жаром разящим Сшигаю лицо И жемчужины их рук Но видишь, растрибывалась Ночью крышня И все разметала Крылатая деньгится Отжигает Мое золотое Деревце не отпусти Я темлин Почти ниже муж и отец Имею коттедж И живу не без денег С израненной, милой Стареющей дженет Средь шумного стада Людей и овец Ну что же так больно И трудно дышать Когда, бродерясь Сквозь сады и посевы То ли волги Голос, то ли плач Королевы Зовет, не дает Ни работать, ни спать Дорогой ночною Подковой свинья И свет из окошка Уже не виднеть Ах, Дженет Мое золотое Деревце Не позабудь меня Вот это были Баллады Из цикла Возвращения В Шотландию Ну что ж Будем Потихонечку Закругляться И обычно Я программы Свои заканчиваю Ну есть у меня Такие как бы Песни для Завершения Ну а есть Такая Она так называется Прощальная Прощальная С колокольчиком Там есть эпиграф На мой взгляд Лучшая песня Ну это На мой взгляд Лучшая песня Юрия Висбора Это Одинокий гитарист Ну Там какая-то вот такая Это ж наша Установка такая Вектор хороший Ах как трудно Будет нам Если мы ему Поверим С этим веком Наш роман Бессердечен И нечист Но спасает Нас в ночи От позорного Безверия Колокольчик Под тугой Одинокий Гитарист Прощальная С колокольчиком Ах слово вещее Пора Вспорхнула Будто стая С веток Мой колокольчик Напоследок Поет мне Тихо До утра Не плачь Мой преданный Дикарь Мне будет легче И свободней Когда в тоске Предновогодней Взмахнет крылами Мой дикарь Прощай Насыгранную роль Взгляни С последним С нисхождением Быть может Бабочки Круженьем Мне Бог Воздаст За эту Божь Взгляни Как ясен Этот сон Какая Синь В степи Донецкой Как в ней Отчаянно По-детски Звучит Прощальный Перезвон Мой колокольчик Изверг мой Диктатор мой Непогрешимый Не позволявший мне Сфальшивить Страку кромсая За строкой Не плачь Рассеются Едва ли Те ночи С чаем И вареньем Когда поил Нас вдохновеньем Наш хрупкий Кухонный Край Прощай В дорогу Мотыльку Твой медный Лучик Пусть Посветит Когда умчит Растрепа Ветер Меня К забытому Цветку И там В немыслимых лесах Услышу ли Между сном И летой Как Мои Песенки Не спетой Ты Отзовешься В небесах Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!